Всем привет! Сегодня замена крана Asus Zenfone Go. Начинаем с разбора, извлекаем сим-карты. Отвертка крестовая полтора миллиметра. Вкручиваем по периметру винты. Так, 6, 7, 8, 9, 10, 11 линтов. Крутим. Это у нас не гарантийный случай, поэтому помпу мы можем смело срывать, не снимать. Дальше берем ковырялку, берем-берем-берем, где поудобнее. Заводим. Поддеваем и начинаем отщелкивать. Извиняюсь. Отщелкиваем аккуратно, чтобы мне залезть туда в плату. Так, что-то у меня тут прилипло. Походу дело плавало. Все, расщелкнули крышку. Отвертку берем, еще два болта. Один, вторую листь. Берем пинцет шлейфу. Аккуратно, раз. Два. Три. Четыре. Есть. Приподнимаем плату. Палкой поддеваем выбор мотор. Отклеиваем его. Так, отклеили. Берем, откидываем коллексиальный кабель, снимаем дисплей, смотрим на дисплей. Так, дальше нам надо отклеить вот эту вот наклейку. Вот эту наклейку надо отклеить аккуратно. Потому что шлейф у нас чуть попутнее. Уберем ее и отклеиваем. Аккуратненько. Так, аккуратно не получается. Будем импровизировать. Так, есть. Отклеили. Шлейф дисплея. Отклеиваем. Берем карточку. Не буду разогревать, потому что дисплей мне в принципе не нужен вот. Будем просто тупо резать. Берем и срезаем. По кругу срезаем. В принципе, легко режется. По кругу срезаем. По кругу срезаем. Вверху только по ходу дело сильно приклеили. Берем. Приподнимаем, смотрим где еще. У нас приклеено. Все, вырезали. Подтаскиваем шлейф. Дисплей у нас отделен. Сейчас возьмем новый дисплей и начнем установку. Так, продолжаем. Нашел дисплей. Вот такой дисплей у нас новый. Абсолютно готовим рамку. Рамку предварительно мы очистили от старого клея. И изопропиловым спиртом обшириваем края. Так, вот такая там грязь. Еще обширили. Он быстро у нас выветривается. Все, его почти нет. Причем наш известный клей. Б7000. И на край рамки аккуратненько его наносим. Наносим, наносим. Закрываем клей. Берем дисплей. Предварительно проверив его. Так, все приклеили. Аккуратно все подклеили. Берем зажим. Второй шлейф аккуратно не повредить. И оставляем минут на пять. Ну что, клей подсох. Снимаем зажимы. Снимаем, берем материнскую плату. И ставим ее на место. Вот таким вот образом. Так. Два болта с материнской платы отличаются. Они у нас белые. Кокчеваем обратно. Один, второй. Чтобы плата не болталась. Теперь подключаем. Так, боковые клавиши. есть. Есть. Сменяюсь. Сам дисплей. Есть. Нижняя плата. Есть. Нижняя плата. Тачскрин есть. Погибаем вот в этом месте шлейф тачскрина. Устанавливаем вибро на место. И подключаем коаксиальный кабель. Все. Вот так. Переставим заднюю крышку и кручиваем болты. Ну, я думаю, сами справитесь. На этом все. Пока-пока. Продолжение следует.